Сегодня в Индустриально-технологическом колледже стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс. Он проводится в Карачаево-Черкесии в восьмой раз и уже помог многим его участникам выбрать направление своей деятельности. За открытием многотневного конкурса наблюдал наш корреспондент Артур Мкцы. У Ивана Гончарова особое отношение к конкурсу профессионального мастерства Обилимпикс. Ведь участие в нем в 2019 году кардинально изменило его жизнь. Победа в региональном этапе состязания позволила Ивану отправиться на проходивший в Москве финал. Но главное, успех помог ему поверить в себя. После этого парень решил открыть свою фирму по ремонту транспортных средств, чем и занимается в настоящее время. А сегодня он оказался в числе почетных гостей Индустриально-технологического колледжа на открытии очередного соревнования среди воспитанников образовательных учреждений республики. Что бы ты посоветовал людям, которые тоже участвуют в этом конкурсе, не верят в свои силы, но хотели бы чего-то добиться? Самое главное, никогда не опускать руки, не разочаровываться. А сейчас не получилось, в дальнейшем что-то получится. Этот конкурс в некотором роде олимпиада возможностей. Способ ребят с ограничениями по здоровью доказать обществу, что они такие же и способны на очень многое. Сварочные технологии, социальный уход, художественное вышивание. Всего около двух десятков компетенций, которые сейчас востребованы у работодателей. В компетенциях принимают участие как студенты, так и школьники, начиная от 14 лет, которые имеют инвалидность или ограниченные возможности, которые пытаются, так скажем, в этой жизни найти свое место, получить профессию, продвинуться в своей карьере. Мы, как Центр развития движения, наш колледж, как базовая профессиональная организация, которая работает с детьми-инвалидами, мы для этого все стараемся делать, помогать им в этом стремлении. Участие в открытии регионального этапа конкурса приняли не только представители профильных ведомств и среднепрофессиональных учебных заведений Карачао-Черкесии, но и руководители ряда предприятий, которые заинтересованы в новых квалифицированных специалистах. А данное состязание профессионального мастерства и есть возможность для всех сторон найти друг друга, доказать, что ограничения по здоровью не барьер, а лишь особенность людей с инвалидностью, никак не мешающая им добиваться поставленных целей. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачао, Черкесия.